Вопрос в связи с вчерашним, ну, мы называем его сенсационным выступлением Вероники, Вашей коллеге Вероники Игорьевны Скворцовой, она сказала о облачной медицине, об новой архитектуре медицины, когда, собственно говоря, будут задействованы сеть. И в большинстве случаев, когда, по крайней мере, с той презентацией следовало, что для того, чтобы реализовать эту медицину, необходимо качественно новое жилье. И здесь, мне кажется, концепты умного дома и медицины, электронной медицины, где-то совпадают. Потому что где-то этот человек должен оказаться для того, чтобы собиралась информация о его здоровье, чтобы он мог воспользоваться услугами телемедицины, чтобы, собственно говоря, он был в информационном пространстве. Аня, тема умного города, Анастасия, это такой профессиональный проект, связанный с оказанием услуг социальных услуг. И на самом деле мы сейчас готовим и планируем утвердить, то есть, 1 января, минимальный стандарт, что такое умный город в России. И в рамках этого минимального стандарта эту задачу в течение ближайших лет должны быть выполнить работу в 171 городе, в котором проживает более 100 тысяч человек. А это минимальный стандарт. В рамках минимального стандарта мы пока не предусматриваем работу с медициной, с образованием. Но у нас тут города, и они уже есть, города-пилоты, которые берут на себя обязательства сделать много больше, чем в минимальном стандарте, которые концептуально тоже уже одобрены всеми экспертами, утверждены на Большом Всероссийском совещании, но дорабатываем по предложению регионов. И вот в этих городах-пилотах, в этих городах, которые должны в течение 5-ти ближайших лет стать действительно одними из самых конкурентоспособных городов в мировом масштабе, безусловно, вопросы синхронизации всех систем, технологий, связанных с накоплением данных, сервисов, связанных в том числе с социальными услугами, включая здравоохранение, эти вопросы будут взаимовязаны и решены. Например, даже в городе Москве вопрос в рамках минимального города, вопрос медицины и всех технологий с этим связанных, он рассматривается, внедряется и так далее. То есть маленький пример, который по этому поводу про синхронизацию можно привести, если человек вызывает скорую помощь, и, безусловно, та скорая помощь, которая приезжает к конкретному пациенту, гораздо более эффективна будет, если врачи этой скорой помощи будут иметь детальную карту, то есть электронную карту того пациента, в котором он ест, то есть там, где будет известная группа крови, и весь набор заболеваний, которые есть. Цель, цель связанная с синхронизацией отраслевых проектов, таким, как является именно цифровая медицина, у нас, и тем, чтобы эти системы все были сбиты, и люди в городе чувствовали себя комфортно, то есть на каждом участке, от безопасности до оказания той или иной социальной услуги, чтобы большие данные, цифровые сервисы, они позволяли делать жизнь людей гораздо более комфортной и безопасной. Вы можете теперь следующему вопросу задать вопрос. Вы вчера в Фейсбуке писали про инициативу по порядочению допуска провайдеров интернета в новых партнерных домах. Не могли бы вы подробнее подразделять? Могут. История с допуском провайдеров дома, она, это обсуждается не первым. И, как нам кажется, вчера мы нашли такое разумное, балансированное решение. Вы знаете, что это вопрос не только тема вообще доступа провайдеров. Это необходимо для того, чтобы, с одной стороны, обеспечить доступ к связи, в том числе, прежде всего, к интернет-связи, по конкурентным условиям тех людей, которые в доме проживают. Это первая задача. Вторая задача, с учетом развертывания, в том числе, сети 5G, необходимо двигаться с точки зрения создания инфраструктуры на территории всего города. Это позволит, в том числе, внедрять дополнительные сервисы, интернет-вещения и в городе, и в доме, и вообще в нашей жизни. Поэтому задача создания современной цифровой инфраструктуры, и в том числе, используя наши методики дома, она стоит. Поэтому мы предварительно, проект решения, который есть сегодня, с которым все согласились на эту методику, это первое. Сделать так, чтобы доступ провайдера в дом с целью оказания услуг, связи и доступа в интернет жителям этого дома не требовал общего собрания собственника. Простите эту процедуру. Если доступ провайдера в дом связан с установкой инфраструктуры для развертывания сети связи, базовых станций, иных инфраструктур, это, конечно, собрание собственников, для того, чтобы собственники поняли, на каких условиях передатчик стоит в моих домах. То есть, если не связан с оказанием услуг именно для этих жителей. Второе. Доступ провайдера должен проводиться по публичному договору, где условия для провайдера будут одинаковы для всех. Этот договор должен заключаться от имени управляющей организации с тем провайдером, который стучится в дом, и управляющая организация должна обеспечить безопасность, сохранность имущества на квартирном доме. Ну, грубо говоря, так как вся эта инфраструктура связана с доступом к каналам связи.